Приветствую! Поговорим о экономическом бронировании. Соответствующие законопроекты уже внесены в Верховную Раду. Это законопроект 11.331, который отвечает на вопрос, кто может забронировать работника за деньги. И законопроект 11.332, который отвечает на вопрос, каким будет военный сбор за бронирование работника. И сейчас мы с вами изучим тексты этих нормативно-правовых актов и разберемся в деталях этого вопроса. Итак, смотрим. Законопроект 11.331 носит вот такое название про промысловую политику та прогнозованность реального сектора экономики. Естественно, весь его мы с вами изучать не будем, он на 11 страницах. Мы перейдем сразу с вами к прокинцевым положениям, потому что именно там указано то, что нас интересует. И вот здесь мы видим, что этим законопроектом предлагается изменить часть первую статьи 25 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. А 25 статья это перечень тех людей, которые подлежат бронированию. И соответственно, вот здесь предлагают предусмотреть, что можно забронировать тех работников, которые работают у субъектов господарювания, які за каждого забронированного працівника щомесячно, подкреслюю, щомесячно, сплачуют до державного бюджета збир забронирования військовозобовязанных, встановленный податковым кодексом Украины. Та у яких відсутня заборгованість з выплаты заробітной плати, тазі сплаты загальнодержавних і місцевих податків, зборів і обов'язкових платежів. То есть, здесь є два условія для бронировання. Первое условие. Человек должен быть офіціально трудоустроен. Если этого нет, все, забронировать его нельзя. Второе условие. Предприятие, которое хоче забронировать работника, не должно иметь никаких задолженностей перед работниками по выплате заробітной платы, либо же перед государством по выплате налогов і зборов. Далі. ПОП. Можете ли ФОП забронировать своих работників? Ответ вот в следующем абзаці. Здесь что указано? Что физично особо підприємець та обо її наймани противники мають право на бронювання відповідно до абзацу першого. Вот, вот эта фраза. А це значить що? Це значить, що ФОП може забронировать себя, може забронировать себя і работників, може забронировать только работників, но не бронировать себя. Ну, например, если у него есть отсрочка, ему это не нужно. То есть фиксируем для себя, что ФОП имеет право на экономическое бронирование. Условия. Какие условия? Первое условие. То есть первое условие – это объем доходов. Второе условие – это введение хозяйственной деятельности в предыдущем годовом отчетном налоговом периоде. То есть ФОПы, зарегистрированные в 2024 году, не подлежат экономическому бронированию в соответствии с текстом этого законопроекта. Лишь те, кто вел хозяйственную деятельность в прошлом году, в 2023 году и ранее, соответственно, те имеют право на экономическое бронирование. Естественно, остается для нас открытым вопрос, какая же сумма сбора будет, чем она будет установлена и, соответственно, вопрос, какой доход для ФОПа нужен ежемесячно. Чтобы ответить на эти вопросы, переходим к следующему законопроекту, который вносит изменения в налоговый кодекс. И вот здесь мы видим, что сбир заброневания вейсковозобвязанных у суммы еще до ривня размеру 1200 оподаткованных минимумами в доходе в грамотян. Поскольку в этой ситуации необлагаемый минимум доходов граждан будет рассчитываться, исходя из суммы в 17 гривен, вернее, не рассчитываться, а равняется сумме 17 гривен, то 17 на 1200 мы получаем 20 400 гривен. Это размер сбора за бронирование работников. И если мы вернемся к тексту предыдущего законопроекта, и к вот этому требованию про трехкратный размер сбора за бронирование, соответственно, 20 400 умножаем на 3, получаем 61 200 гривен. Вот это тот порог, ниже которого ФОП не может опуститься, если он хочет реализовать вот эту возможность экономического бронирования. То есть, если его доход превышает вот эту сумму 61 200 гривен в месяц, то он может уже бронировать себя либо своих работников. При этом я очень надеюсь, что в понятие доход здесь будет включаться все деньги, которые поступили ФОПу на его счет, а не только вот чистая прибыль. Поэтому надеюсь, что будет все-таки именно общая сумма поступлений. При этом нужно отметить, что в законопроекте 11 331 указано, что особенности бронирования, вот этого самого экономического бронирования будут установлены кабинетом министров Украины. То есть, мы ждем еще и постанову Кабмина, если будет принят этот законопроект, потом будет постанова Кабмина, и потом только мы поймем, какая же процедура бронирования. Итак, что мы видим? Идея экономического бронирования вышла уже на новый уровень. Если раньше это были только разговоры, и отдельные публичные личности выступали, кто за, кто против, то теперь мы вышли на новый уровень, который заключается в том, что в Верховную Раду подано два законопроекта уже. При этом хочу отметить, что это всего лишь законопроекты, то есть, эта система не начала работать. Эти законопроекты должны еще пройти, соответственно, через комитеты, должны дать заключение, должны быть вынесены в Верховную Раду и проголосованы, а потом их должен подписать президент Украины, для того, чтобы эти законы вступили в силу. Дальше, как мы уже с вами видели, будет Кабмин принимать очередную постанову, которая будет регулировать особенности экономического бронирования. Поэтому все это мы ждем. То есть, пока это еще не реальность, это то, что есть в виде проекта. Естественно, сама идея, она очень неоднозначна, и даже и депутаты, политики, все высказываются по-разному, потому что, да, эта идея, безусловно, вводит некий имущественный ценз, и те люди, которые не могут выплачивать эти суммы, конечно, с их стороны будет вопрос, а почему так? А не получается ли так, что мы этой идеей экономического бронирования делим людей, собственно говоря, на классы в зависимости от их доходов, либо в зависимости от того, насколько и они интересны работодателю. Но если со вторым критерием более-менее понятно, да, что для работодателя интересен будет лишь тот работник, который приносит прибыль, да, и обеспечивает, скажем так, жизнедеятельность предприятия, без которого предприятие не может существовать, а, соответственно, в этом, да, есть какая идея, защитить экономику в целом, да, то есть работодатель выплачивает эту сумму, его предприятие работает, ну, и экономика страны в целом живет. Но, опять же, всегда эта идея будет там, где внедрен такой критерий, как деньги, всегда это будет звучать хорошо и приниматься только теми людьми, которые имеют эту сумму и которые могут расстаться с этой суммой, да, которые могут оплатить свое бронирование, либо работодатель за них заплатит. А, конечно же, те люди, которые не могут этого себе позволить, либо те люди, которые, ну, за которых работодатель не хочет платить, безусловно, для них это... это нехорошая идея. Это нехорошая идея, потому что с их точки зрения, безусловно, пойдут служить только те, у кого нет денег. И, в принципе, мне кажется, что, наверное, любая идея, где поставлен во главу угла критерий финансовый, деньги, она всегда будет спорной. Безусловно, спорной. И в этих спорах, наверное, мы всегда будем с вами склоняться к тому, что эта идея не соответствует принципам морали, потому что, если вопрос стоит в деньгах, то это уже вне морали. Это уже вне морали. Друзья, будет это работать или нет, примут этот закон, или нет, мы не знаем. В любом случае, слежу за этой ситуацией, и как только соответствующий закон будет принят, сделаю оперативно видео и расскажу о порядке этого бронирования. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.